Большой-большой привет! Сегодня мы вместе с вами будем готовить быстрые завтраки. Их будет три, может быть четыре. Я представлю свои ингредиенты, они могут все прибавиться, могут убавиться. Значит, у меня здесь лаваш, яйца, ветчина, сыр, колбасы. Колбасы могут быть разные по вашему выбору. Начнем мы, наверное, с яйца пашот. Что мы для этого делаем? Сейчас задвинем то, что нам не надо. И вот я приготовила вот две такие чашки. Вот такие две чашки, в которые я опустила пищевую пленку. И все, больше ничего не делаю. Что я делаю? В каждую чашку я капаю одну капельку растительного масла. Это обязательно. Если вы растительное масло сюда не капните, то потом это яйцо оттуда будет очень тяжело вынуть. И ломаю яйцо. Одно яйцо сюда. Одно яйцо сюда. И все. Наш яйцо пашот почти готов. Я приготовила две маленькие ниточки, которыми завяжу наше яйцо и опускаю в воду. И все. Готовим мы его приблизительно 2 минуты. Все зависит от того, как вам это нравится. Яйцо пашот, желток должен быть. Он должен выливаться. Мы сейчас приготовим и я покажу, как у нас он получился. Вот у меня здесь сейчас кипит вода в сотейнике. И я опускаю вот в свои мешочки с яичком. Вот так воду. Я оставлю на 2 минуты. Вот я вам сейчас покажу. Вот я из сотейника. Вот он еще кипит у меня. Я достаю мои мешочки. Вот так. И вынимаю тут наш пашот. Все ряд лет я просто должна буду перерезать. Вот так вот. И вот это тоже. Все. И теперь я наш пашот перекладываю на тарелку с завтраком. Вот я его достаю. И он вот такой вот красивый. Буквально должен выпадать. И все. Видите, как он у нас хорошо получился. Вот еще второе наше пашот. Если вы хотите увидеть, как он получается внутри, то это на ваше желание. Все так, как вы захотите. Вот я вам покажу. Настоящий пашот, он должен быть мягким желтком. Вот. Вот так он должен выливаться. Можно посыпать соль, перец. И первый завтрак у нас готов. Я вам покажу, как я готовлю буриту. Делаю я это очень быстро. Я беру лаваш. Вот такой вот кусочек нарезанный. У меня их несколько сейчас. Складываю здесь колбаски. Вот так вот. Положила один сыр. И если вам нравится, то помидор, он придает кислинку. Бывает очень-очень вкусно. Завернула этот лаваш. Быстренько. И пожарила на растительном масле. Я сейчас приготовлю их несколько штук. И буду жарить. Снова колбаска. Две колбаски. Один сыр. И положила помидоры. Если вы не хотите, с помидорами можете. Без помидоров. Колбаску с сыром. Тоже будет очень вкусно. Если вы завернете в лаваш только сыр и пожарите его на растительном масле, у вас получится хачапури. Вот я, например, сейчас. У меня малыш не любит с помидорами. Вот я сейчас покажу, как я делаю без помидоров. Вот так вот. И завернула. И тоже бывает немало вкусно. Но с помидорами лучше, конечно. Так. А можно сделать просто сыром. Просто сыром у нас получается хачапури. Вот так вот я делаю. И заворачиваю. Сейчас я покажу, как я их жарю. У меня сейчас... Сейчас у меня сковорода уже подогрелась. Подогрелась. Я туда положила... Подела две столовые ложки. Ну, чуть больше, наверное, масла. И вот так вот жарю мои бурриту. Вот так вот. По очереди. Я сейчас покажу, какие они у меня получатся. Очень хрустящие. Очень вкусные. Румяные бурриту у нас получились. Сейчас я уже возьму и покажу. Какие они в разрезе. Ну, какие они получаются в разрезе. Вы даже по хрусту поймете, насколько они хрустящие. Очень ароматные. Вот так вот они у меня выглядят. Вот. Вот так вот выглядят у меня в разрезе наши бурриту. А сейчас я еще вам покажу, как можно готовить. Если бурриту вы готовите с начинкой, которая... сыпется. То есть она, например, у вас остался фарш. И вы хотите из него что-то приготовить. Вот если, например, это мой фарш. А вот здесь какой-нибудь, ну, маленький сыр возьму. Вот так. В таких случаях заворачиваем треугольником. И все. И никакой фарш, ни из какой дырочки у нас вот так. Вот так треугольником заворачиваем. Вот я покажу еще один. Вот у меня тут лаваша много. Возьму, чтобы поужин. Вот такой узкий лаваш. Взяли вот такой. Вот, например, у вас фарш. Сыр я положу. На фарш тоже можно положить сыр. Тоже будет очень вкусно. Заворачиваем вот такими треугольниками. И вот. Смотрите. Ниоткуда никакого фарша. И если... Любая начинка подойдет вот в такой упаковке. И точно так же, как мои вот эти буррито, я сейчас их пожарю, на растительном. Готовлю прям с помидором. Да, вот как мы любим. Вот этот сыр не будет многовато. И помидор обязательно сюда вот так вот. Вот. И заворачиваем снова треугольником. Вот так вот. Раз, два. Ничего, ниоткуда вытекать не будет. И помидор, и сыр расплавится, не будет вытекать. И все. И вот так я могу даже вот этот кусочек так отрезать. И вот так вот я снова, как мои эти буррито, я буду жарить на растительном масле. Вот так. Вот завтра, который я хочу вам показать, это будут мои сэндвичи. Для сэндвича у меня вот такие вот нарезанные хлебцы. Вот такие я взяла их на приблизительно шесть штук. Сейчас я покажу, как я сэндвичи готовлю. Я вот взбиваю два яйца быстренько. Вот так. В эти яйца нужно пряности, какие вам нравятся. Вот я, например, посолю, поперчу, а вы можете и травы всякие, которые вам нравятся. Быстро взбиваем. Вилка. Долго взбивать не надо. И что я делаю? Я сейчас я их уберу. Ага. Я беру хлебцы. Ставлю на мой хлеб ветчину. Вот так вот. Ставлю на ветчину сыр. Даже если он выглядывает. Здесь можно еще так же тоже, как и помидор, если вы хотите. Можно, если у вас нету помидора, можно даже маринованный огурец. Вот так я их запечатываю и обмакиваю в яйца. После того, как я его обмакаю, я снова пожарю на растительном масло. Приготовлю их несколько штук. Это получается очень подобное, похоже. Вот мы гренки готовим иногда, когда вот так смачиваем. Ну вот, у меня здесь жаровня моя, пока там у меня жарится. Жарится. Вот здесь я. Сколько у меня здесь? Ну, две, может быть, три столовые ложки масла, да? И я сюда опускаю мои сэндвичи. Вот так вот. Вот так вот. И так я приготовлю несколько штук. Сейчас я их сделаю. Я беру мой хлеб. Положила ветчину. Положила сыр. Ну, давайте тогда... Ну, нет, я не буду. Не буду я готовить с помидором. Вот я вот так снова сделаю. Снова обмакала. И снова пожарю. И сэндвичи у меня получились очень красивые. Сыр у меня расплавился. Вот я вам покажу, как он выглядит на срезе. Яйцо его запечатываю со всех сторон. Есть его очень удобно. Вот такой вот шикарный завтрак у меня еще получился. Вот так вот он выглядит. Очень приятно. И еще сейчас я вам покажу, как я готовлю очень быстро. Слоеный омлет. Вот у меня здесь... Вот я разбила три яйца. Его обязательно надо посолить. Поперчить. Если вы, конечно, этого любите. Любые ваши пряности, травы. И взбиваем. Так тщательно взбивать, может быть, не надо. Ну, вот я сейчас вам покажу, как я это делаю. Но заранее я хочу еще, для того, чтобы мой слоеный омлет был более вкусней, я, наверное, порежу ветчину. Вот так вот, кубиками. И порежу колбаски. Тоже кубиками. Может быть, я в свою слоеную, слоеный омлет добавлю еще помидоры. А может, нет. Ну, а сыр я буду добавлять так. А теперь я сейчас покажу, как я это делаю в камеру. Значит, я свою вот взбитую яичницу, вот мой омлет взбитый, я сделала один яичный блин, вот такой получается. Вот так. И жду, пока он приготовится. Что я потом делаю? Я вот так на одну сторону кладу сыр. Ну, может быть, два могу положить, чтобы он расплавится, будет такой тягучий, красивый. И вот с этой стороны половину омлета я переворачиваю на вторую сторону. Вот так вот. Вот он у меня поломал. Вот так. И что мы делаем? Он там продолжается. Я просто добавляю сюда следующую часть моих ельц. Вот так раскатала. Быстренько вот так раскатала. И сюда, например, теперь добавлю ветчину. Вот так вот. Ну, чтобы наполовину слоя вот так везде, чтобы было. И что я делаю теперь? Теперь там, где у меня был сыр, я его переворачиваю на ветчину. Вот так вот. Вот так вот. И сюда снова моих взбитых яиц. Так можно делать до бесконечности. То есть, если у вас не 3 яйца, а 4, 5, у вас будет слоев больше, будет омлет больше. Вот сейчас я, например, сюда могу добавить колбаску вот так. Можете делать и с помидором. Он будет более красочный, красивый. И вот точно так же я переворачиваю свой омлет. Он здесь продолжается готовить. Вот так. И я переворачиваю его вот так вот. Вот. И он у меня дожаривает. Потом я вам покажу, как вот я его разрезаю. Даже сейчас могу показать. Вот так на срезе он будет слоистым. Но сейчас он у меня доготовится. Я вам покажу. Омлет у меня получился. Вот у меня сыр там расплавился. Вот слои видны очень. Я сейчас еще вот так могу порезать. Еще вам показать. Вот смотрите. Что вот-вот сыр расплавился. Очень вкусно пахнет. Очень ароматный. И сейчас я представлю все мои сегодняшние дакты. Вот такие вот быстрые завтраки у меня получились. Вот смотрите мой слоистый омлет. Как он вот расплавился. Сыр прям выглядит изумительно. Вот мой сэндвич красивый. Ну и пашот тоже, который очень-очень вкусный. Наслаждайтесь. Приятного вам аппетита. Будьте здоровы. Ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал. Сейчас пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok